здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас восьмом уроке мы продолжаем с вами разбирать компонент forms на очереди у нас инструмент checkbox и здесь есть два инструмента checkbox строчка и checkbox давайте сначала рассмотрим checkbox давайте перенесем этот инструмент к нам форму сейчас я даже создам новую строку строчка это значит смотреть у нас такие есть элементы по-русски это у нас поставить птичку например выбрать какой-то из вариантов да то есть это по сути checkbox это какой-то вариант причем данный вид выбора позволяет выбрать несколько вариантов то есть мы дальше с вами продолжим изучать когда forms там у нас будет еще так такой понятие как радио кнопка там можно будет из списка выбрать только что-то одно а checkbox позволяет выбрать несколько вариантов даже может быть все то есть например выбрать поставить птичку в каждый этот квадратик соответственно на email это будет все фигурировать отправляться то есть в этом выборе вы будете понимать что выбрал например ваш какой-то потенциальный там клиент итак давайте разберем его настройки значит мы его сюда забросили кликаем прямо по любому checkbox у нас справа появляются настройки во первых текст заголовка вот видите здесь написано checkbox строчкой мы здесь можем переименовать что-то свое или просто удалить текст и ничего не писать описание понятно можно задать дальше кнопки смотрите здесь все просто наводите мышь и в подсказке показано добавить значение то есть если я кликаю всплывающем окне например я пишу дэмо применить и у нас добавляется четвертым пунктом 4 checkbox дэмо не пропустите мои топовые продукты поджумла там подписи есть плохо видно на серым сейчас мы цвет изменим так я сразу сейчас уберу цвет чтобы мы могли просто видеть вот вы видите я создал четвертое демо и она фигурирует сразу здесь то есть вы при желании сможете здесь отредактировать текст checkbox а также можно поставить здесь галочку если вдруг вы передумали добавлять новое поле и нажать вот на это крестик и это у нас удаляется остается обратно 3 checkbox а дальше мы можем выбрать по умолчанию вот эта галочка видите по умолчанию например первый вариант чтобы был по умолчанию то есть вы видите здесь зажимается птичка вот так она выглядит то есть все цвета настройки это у нас идет настройки самой формы вот например цвет птички этой тоже можно изменить вот видите это у нас цвет темы вот у нас она меняется например зеленый вот видите checkbox меняется да давайте прямо сделаем вот так вот черный чтобы хорошо было видно то есть все цвета это у нас настройки именно самой формы то есть они относятся и к отдельным элементам которые вы вытягиваете из левой колонки вот здесь например цвет шрифта вот вы видите стал черный хорошо стало видно да также здесь меняется название вот вы видите здесь сразу же меняется название самого checkbox а также здесь демо 2 например и тут демо 3 все мы все изменили checkbox и вот такой вот вариант и также здесь еще можно назначить обязательное поле то есть обязательно человек должен выбрать будет нельзя будет оставить что-то пустым но опять же тогда здесь если выбираем обязательное поле тогда нам нужно убрать по умолчанию то есть по умолчанию нас всегда будет 1 демо 1 checkbox зажатый то есть птичка уже проставлена потому что об этом говорит вот эта звездочка напротив то есть мы назначили это поле по умолчанию если мы еще раз кликнем по этой галочке вот здесь сюда при этом выбрав наше поле по умолчанию то у нас снимается звездочка теперь по умолчанию ничего не зажато все пустые checkbox и тогда уже можно выбирать обязательное поле здесь то есть человек не сможет отправить вам форму не выбрав здесь хотя бы один из списка так это мы с вами рассмотрели так это я удаляю и теперь давайте посмотрим checkbox и то есть перетаскиваем здесь у нас вариант идет видите в одну колонку checkbox это тоже самый вариант то есть я не вижу смысла здесь объяснять вам настройки абсолютно то же самое здесь настройки только checkbox у нас идет вертикально или в одну колонку то же самое здесь вот такой вот полезный инструмент вы сможете добавить свою форму надеюсь урок для вас был полезным если это так ставьте пожалуйста палец вверх и подписывайтесь на мой канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь и и Редактор субтитров А.Семкин